здравствуйте уважаемые пчеловоды ну вот у нас конец июня как я говорил в предыдущих своих выступлениях видео на видео что будем мы убирать мед отбирать мед у пчел чтобы нам на июль и август начало августа месяца чтобы им была работа магазины нужно убрать вот правда погода несоответствующая прохладно ветер вчера был дождь но тем не менее мы работаем как я говорил ну надо работать иногда выходит показывается солнышко немножко теплее становится и мы работаем значит вот снимаем снимаем мы верхний корпус где был отвод как мы его снимаем попросил своих детей ребят но не заняты и вот пришлось просли поросить дочек с дочками конечно это проблема снимать корпус тяжелый ну кое-как сняли значит ну и так вот мы снимаем корпуса кое-как снимаем уже легче нам добираемся до магазинов уже нам легче у меня здесь вот такая стоит тачечка в одной у меня суш стоит во второй ставлю мед сюда вот вот уже отобрали значит мед сюда ставим вот когда мы выберем этот мед сейчас посмотрим что там у нас делается и потом замещаем или корпус сушью ставим а если отбираем несколько рамок допустим 7 рамок там запечатанных то замещаем сушью вот значит значит так снимаем решетку чтобы добраться до верхнего корпуса его ложечка по всей отковыриваем пчелок убираем добираемся до корпуса смещаем помоги мне смещаем рамки в одну сторону чтобы добраться вот и вот такими движениями сбиваем пчел сбиваем пчел немножко прохладно немножко прохладно мы их немножко вниз чтобы они вниз опустились и убираем эти рамки которые запечатанные ну если немножко не допечатано но почти они ну было прохладно у нас дожди шли поэтому напросто нет вот эту рамку уже я не беру она останется она плохо запечатано это вот почти запечатано я ее беру здесь будет мед зрелый хороший так у меня с этой стороны запечатано вот так медленно не корпусами я снимаю а вот именно вот смотрю каждую рамку каждую рамочку смотрю вот так ну чтобы не брызгала вот я трясу чтобы не было брызгать то есть напросто не было но дело в том вот здесь уже не запечатано значит ранее рамки они еще не запечатали значит что я делаю я могу доставить сразу доставить других у меня пока нету вот маленькие такие рамочки двойные я иногда делал так для нуклеусов они все равно видите я для нуклеуса что потом разделить можно было и такую рамочку продать и для нуклеусов и для магазинов маленькую рамочку вот можно продать хотя половина рамочки видите я тут рассоединяю скрепками и половина рамочки охотно покупают такие тогда я и так ставлю они они зальют эти рамочки осы садятся зальют такие рамочки так сверху ну очень опрятные они ну ничего так еще одну рамочку все еще все теперь что мы делаем мы этот магазин этот магазин сейчас сейчас мы его снимаем его надо соединить так снимаем его сюда ставим то что у нас тут делается так надо немножко надо чтобы убрать поможем да вот ребята мне помогают сыны ну очень они заняты сегодня у них работа такая ответственная поэтому попросил дочку жена вот на камеру мне помогает только строит то закроет тоже помощь не помогает так значит нужно убрать ну вот у меня сюда складываю это такое что вот настроит между рамок чтобы такого не было надо придерживаться размера иногда не совсем совпадает размер но тем не менее ничего страшного этот потом куски с медом я отдаю пчелам остается воск на перетопку в принципе получается тоже неплохо срезается чтобы добраться до рамок так пчелку потом выберутся оттуда с ведра ну вот видите так добрался я сейчас вниз вниз так этот магазин тоже полный ну вот не хотят ходить медом тут все медом запахнет так сейчас я доберусь до какой-то рамки продвину так сейчас я доберусь вот видите добрался во теперь с лесу если пчелка какая останется мы сюда на склад едем они потом вот видите как я говорил матка у меня здесь работает пчелы в нижнем корпусе гнездо а сюда матка даже не заходит заходить сюда тут они складывают мед а решетка как вы знаете лежит на магазинах а здесь у меня вот мед вот в конце июня или на той пасеке на второй я уже буду наверху в начале июля пока мы здесь сделаем еще эту работу перейдем туда надо убрать этот мед откачаем этот мед за июль месяц и август там будет клевер сейчас цветет типа кипрей хорошо цветут доник белый доник так вот они чулы чулы так это мед надо управлять потому что им работы они будут раниться если мы не уберем мед и здесь полный мед ну куда им складываться а еще что нужно только работать с ним понимаете вот эту работу нужно сделать кроме меня никто и не не закрываем теперь нужно сюда так облезерка ты отставила дай-ка я немножко уберу тут подымарю так сейчас вот у меня помощники так так уберу этот мед здесь у меня немножко вот они работают так немножко уберу сейчас сюда рамочки поставлю тут все теперь сюда рамочки 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 у меня там можно что сделать можно просто корпус убрать так можно корпус убрать а может поставить я другой раз и думаю так делаю так не корпусами а вот маленькие рамочки я беру тогда туда ставлю все это медленно конечно конечно так 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 что делать надо мед забирать сегодня плохая погода поэтому немножко пчелы летают уже осенья такая пора получается воруд погода плохая взятка нет ищут такой дармовой форм а тут видите все открыто вот они так ну вот поставили теперь теперь ставим наверх и этот магазин наверх не забываем ложить решетку решетка ложится сверху теперь как-то надо давай вот смотрите как мы делаем ставим наверх теперь передвигаем по будь что там что OK Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Таким образом мы убираем этот мед с магазином. А в конце июля, там в августе, я как показывал, убираем полностью этот с медом. Два магазина с медом остается у нас корпус гнездовой с пчелами, который пойдет в зиму. Там перебирается, потом делается релизия в августе, и он идет в зиму. Ну а так вот мед, видите, вот так он убывает. Все. Вот я прям вам хотел показать, как мы этот пчел в конце июня выбираем, с какими трудностями у нас получается это. До свидания. Ждите новых видео. Буду показать дальше.